Всем привет, друзья! Вы на канале Лайкни Мир. Меня зовут Андрей и сегодня вы смотрите новое видео про еду быстрого приготовления. Сегодня мы вас познакомим с блюдом корейской кухни, которое называется такпоки. Это такие рисовые клетки, которые очень распространены в Корее. У нас на обзоре будет 6 такпоков. Каждый из них мы попробуем, расскажем о своих впечатлениях и либо отговорим вас пробовать их в будущем, либо порекомендуем. Давайте начинать дегустацию и приятного аппетита! Первый такпоки на нашем обзоре будет карбонара. Если вы смотрели наше предыдущее видео про дошираки, то там такой такпоки у нас как раз таки был. Но мы его готовили как обычную лапшу быстрого приготовления. Залили кипяток и ждали, как настоящие ждуны. Но это было неправильно. Еще во время этого видео я сказал, что производитель настоятельно рекомендует использовать микроволновую печь. Так и написано в инструкции. Сегодня мы подготовились. У нас есть чайник, у нас есть микроволновая печь. И сегодня корейские такпоки мы приготовим так, как это требует производитель. Давайте для начала заглянем в эту красивую розовую коробочку с надписью Pink Rocket и посмотрим на содержимое нашего такпоки. А внутри нас ждут традиционные корейские рисовые клецки. Также внутри у нас пакетик с содержимым карбонара 20 грамм. Такой серебристый пакетик. Ну и в принципе на этом содержимое стаканчика заканчивается. Давайте теперь делать все, как пишет производитель, по инструкции. И для начала мы вскрываем пакетик с рисовыми клецками. И кстати, для тех, кто очень сильно переживает, что мы мусорим, мы не мусорим. У нас всегда с собой есть ведерко, в которое мы весь мусор складываем. Поэтому не переживайте, природа остается чистой. Давайте высыпем наши клецки, засыпем карбонару и приготовим наши такпоки. И перед тем, как высыпать наши клецки, я хочу обратить ваше внимание, что внутри, не знаю, насколько будет видно, есть полосочка такая. Вот здесь она отмечена, вот примерно здесь она проходит. И именно по этой полосочке необходимо добавлять воду в наши такпоки. Не больше и не меньше. Только в таком случае они будут приготовлены правильно. Давайте высыпем содержимое клецки наши. Затем мы высыпаем содержимое пакетика с карбонарой серебристого. Его аккуратненько вскрываем. Мусор, опять же, я повторюсь, мы выкидываем ведерко рядом и высыпаем карбонару. Выглядит она очень красиво. Я вижу, там зелень какая-то в добавлениях. Дальше очень важный момент. Необходимо добавить кипяченую воду, но ее температура должна быть порядка 70 градусов. Это очень важно для того, чтобы такпоки приготовить правильно. И заливаем, как я говорил, уже по той рисочке, которая есть в стаканчике. Давайте мы кипяточка нальем и вот так вот наливаем ровно по рисочку. Дальше необходимо все хорошенько перемешать. Давайте вместе с вами все перемешаем. Ну а теперь самый ответственный момент поставить наши такпоки в микроволновую печь. Она у нас находится в домике рядом. Сейчас с вами туда пройдем и поставим наше блюдо на приготовление. Как говорит производитель, нужно поставить на 2 минуты и 30 секунд. Вот видите, написано, чтобы вы все убедились, что я вас не обманываю. Пойдемте к микроволновке. Очень важный момент не дать такпоком закипеть. Поэтому, когда будете ставить микроволновку, обязательно следите за тем, чтобы они не вскипели. Потому что они разбрызгаются и разлетятся по всей микроволновке. Также крышечку лучше всего немножко приоткрывать перед приготовлением, чтобы лишний пар выходил. Давайте ставить микроволновку. Ставим на 2 минуты 30 секунд. Поехали. Прошло ровно 2,5 минуты. Именно столько заявляет производитель необходимо для правильного приготовления такпоки. И первым делом заглянем вовнутрь, посмотрим, что получилось. И смотрим. Вот такое блюдо получилось. Это уже больше похоже на карбонару, которая нарисована на упаковочке. Рисовые клёсочки такие стали нежные, мягенькие. А какой аромат стоит, друзья, это просто не передать. Сейчас для меня очень ответственный момент. Так как со съемок прошлого видео про дошираки я мечтал попробовать такпоки, так как их надо готовить правильно. То есть с использованием микроволновой печи. Сегодня все сделано по фэншуй и пришло время дегустировать. Это как настоящая паста карбонара. Я даже в замешательстве, потому что эти клёцки рисовые, но по ощущениям они как будто бы пшеничные. Как будто бы вот пшеничные макарошки. И вот этот белый сыр, скорее всего, это сыр, потому что написано было карбонара. Вот как настоящий. Такое ощущение, что сюда добавили такой хороший сырочек. Его расплавили хорошенько и сделали такую потрясающую пасту. Вы не представляете, хоть это и клёцки, но по вкусу как настоящая паста карбонара. Чувствуется все. Сыр, чувствуется зелень, которая туда добавлена. А зелени там добавлено, кстати, немало. Она прямо там в сыре плавает. Невероятно вкусно. И пока что, это, конечно, первые такпоки, которые я пробую правильно, но пока что это прямо топ. Не сравнится ни с какой лапшой быстрого приготовления. Ел бы их каждый день, если бы, конечно, не цена в 150 рублей. Следующие на нашем обзоре такпоки от производителя Офуд. И судя по красным перчикам, которые здесь нарисованы, это блюдо будет острое, как меч настоящего корейского самурая. Если в Корее, конечно, есть самураи. Интересно, когда я разместил фотографию этих такпоки в нашем сообществе на YouTube, одна из наших подписчиц написала, ребята, высыпьте туда половину содержимого пакетика, а то вы расплавитесь. Будем стараться не расплавиться. И высыпем туда целый пакетик. Заглядываем вовнутрь. Внутри у нас традиционные рисовые клёцочки. В таком же пакетике, как было в предыдущем у нас токпоке. Пакетик с жидкостью в этот раз. Красный такой. И еще есть вилочка Barbie Size. Очень маленькая, удобная и компактная. Интересный факт, что у этого блюда есть два способа приготовления. Вот, посмотрите, инструкция есть. И тут написано, что можно готовить традиционно, как готовят лапшу быстрого приготовления, залив кипятком 90 градусов. А можно приготовить именно как готовят такпоки, используя микроволновую печь. Разрезаем наш пакетик. И высыпаем наши рисовые клёцки. И дальше пакетик красный. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Такое краснючее, почти чернючее. Это очень похоже на кетчуп, но намного темнее. И вот так вот потихонечку наполняем. Я думаю, что столько будет достаточно. По рекомендации производителя, это блюдо необходимо ставить на минуту 30 секунд. Закрываем и ставим на 2 минуты. Поехали. Наше блюдо готово. И традиционно приглашаю вас заглянуть под крышку, посмотреть, что у нас там получилось. Давайте посмотрим. Приоткрываем. И такой аромат доносится уже. Вот такое блюдо. Видите, по стеночкам немножко такие красные вкрапления. Это из-за того, что наш такпоки закипел. Такпоки сами, рисовые клёсочки, очень мягенькие такие. Аромат от них доносится. Такой, знаете, томат и перец. Вот эти такпоки, они во рту растворяются. Если предыдущие, они такие были, знаете, как из хорошей пшеницы, такая лапша или макароны, из таких из твёрдых сортов, то тут такое, как жвачка, что ли, такое мягенькое-мягенькое. Но при этом очень вкусно. И что касается вкусовых каких-то моментов, то я чувствую, конечно же, перец, чувствую томаты, ещё приправы дополнительные в виде травок. Вкус интересный, вкус приятный. И я, конечно же, рекомендую, если у вас бюджет ограниченный, именно сосредоточиться на таком блюде. Стоит недорого, вкусно. И тут вы можете по-настоящему прочувствовать тот самый корейский вкус такпоки. Следующее блюдо на нашем обзоре опять от производителя Pink Rocket. И, судя по надписи, мы можем понять, что это блюдо будет с томатами. Здесь не нарисовано перцев, и это меня, несомненно, радует, потому что предыдущий такпоки был остренький, но острый в меру. Ну а внутри нас ждёт, в принципе, стандартный набор, как был в карбонаре. Рисовые клёцочки, сами такпоки, и пакетик серебристый, на котором уже маркировочка томато-то-поке-повдер. Мы уже всё это с вами проходили, процедура одинаковая. Вот такой порошочек уже не как был в карбонаре, но, в принципе, тоже травка в нём присутствует, зелень. Вот так мы его высыпаем. Ну и, конечно же, добавим немножко воды. Напоминаю, что вода должна быть 70 градусов, не меньше, не больше. Ну, можно немножко поменьше, но не больше. Заливаем немножко кипяточка прямо по тому делению, которое у нас в самой коробочке. Вот столько получилось, посмотрите. И всё это по-хорошему перемешаем. Аромат стоит такой, знаете, уже как от томатного супа. 2 минуты 30 секунд. У этого производителя именно столько указано. Опа, ставим. Всё, ждём. Я сейчас очень сильно хочу удивиться. Предыдущий Pink Rocket, который был карбонара, покорил меня в самое сердце. Я надеюсь, что томатные токпоки от Pink Rocket удивят меня не меньше. По традиции, для начала заглянем вовнутрь. А внутри у нас томатный суп. Вы только посмотрите. Мне кажется, что бульон стал ещё более насыщенным после того, как мы его поставили в микроволновую печь. Сами клёточки рисовые токпоки стали мягенькие, легко очень пронзаются вилочкой. И пришло время продегустировать их. Знаете, это похоже на пасту в каком-нибудь ресторане, но с томатами. Ну, знаете, бывает паста с томатами, бывает карбонара. И вот это именно паста с томатным соусом. Опять же, здесь сами клёточки такие твёрденькие. Они уже похожи на хорошую пшеничную лапшу и очень приятные на вкус. Чувствуются травы, от которых здесь очень много плавает в бульоне. Чувствуется насыщенный вкус томата. Как томатный суп. Просто потрясающе. Вкусно, очень вкусно. В целом, это очень-очень вкусно. И я данное блюдо рекомендую. Небольшая рекламная пауза. А точнее, не рекламная пауза, а презентация нашего приза, который мы разыгрывали в прошлом видео про доширайки. Целая коробка лапши быстрого приготовления. Давайте посмотрим, что там. А тут у нас очень богатая комплектация. Посмотрите. Есть суп фобо. Ещё один фобо. Есть фога. Это с курицей. Тот же самый фо. Есть вот такая лапша. Куриный фо. И множество другой аппетитной, яркой и очень острой лапши. Посмотрите, сколько всего. И всё это мы продолжаем разыгрывать и ждём нашего победителя. И сейчас я вам расскажу условия, чтобы выиграть этот приз. Очень богатый. Необходимо под видео про лапшу быстрого приготовления было написать до 5 комментариев, в которых указать ключевые слова «хочу доширак». И мы поставили планку в 100 тысяч просмотров. То есть, когда видео наберёт 100 тысяч просмотров, мы разыграем всю эту прелесть. Но видео набирает просмотры вяло, потому что сейчас лето, и мы решили поменять условия. Теперь, когда видео про лапшу быстрого приготовления и про сегодняшние наши корейские дошираки наберут в сумме 50 тысяч просмотров, мы проведём розыгрыш этой прелести. Но ещё сюда мы добавим и топоки, которые сегодня пробуем. Также в этот комплект я добавлю суп фобо с той вьетнамочкой. Помните, тот самый красивый, самый вкусный. Пока что локдаун, и мы его сейчас не можем купить. Но когда будем разыгрывать, я его докуплю, обещаю, докуплю два и положу в эту коробку. В общем, друзья, не теряйте времени, пишите комментарии. Под этим видео также пишите «хочу доширак». То есть, комментарий любой, и в нём укажите два ключевых слова. «Хочу доширак». Топите комментариев. И таким образом увеличивайте свои шансы. Будут учитываться комментарии и из видео про дошираки, и из видео про такпоки. Приятного вам аппетита, мне аппетита. Играйте, выигрывайте и побеждайте. А я пока пойду спрячу их куда-нибудь подальше, чтобы никто не украл. Следующие топоки на нашем обзоре от производителя «Еёппоки». И я вам скажу, сама упаковка очень-очень аппетитна. Вы только посмотрите, какая красота. И судя по тому, что здесь написано, эти топоки с сыром. А внутри у нас, в принципе, стандартный набор. Тут мы видим сами клёцки рисовые и видим порошок. Чиз написано. То есть, скорее всего, там тертый сыр. Первым делом разрезаем наш пакетик с рисовыми клёцками. Высыпаем их туда. И высыпаем в содержимое сырного серебристого пакетика. Аккуратненько. Вот такое содержимое. Интересно, что оно даже красноватое. Я, честно говоря, думал, что тут будет как в карбонаре. Белый сыр с зеленью. Производитель «Еппоки» внутри также сделал отметку, докуда необходимо наливать воду. И это очень удобно. То есть, вы наверняка не ошибётесь, не перельёте. Всё хорошенько перемешиваем. Запах такой. Ммм. С сыром пахнет. Очень мощный запах сыра. Производитель этого блюда говорит нам в своей инструкции, что ставить его нужно на 3 минуты в микроволновую печь. Выставляем таймер и ожидаем. Ну что, пришло время заглянуть в наши «Епоки». Напомню, что «Епоки» – это название производителя, который сделал эти «Топоки». такой каламбур получается. Заглянем вовнутрь. И внутри... А внутри у нас какое-то сырное безумство. Вы только посмотрите. Вся зелень у нас по бортам разлетелась. Видимо, всё-таки мы немножко передержали наши «Топоки». Её вот можно аккуратненько снять со стеночек. Но я думаю, что бульончик и так должен быть вкусный. И сами у нас клёсочки уже наверняка напитались хорошо. Вот такая красота получилась. Ммм. Запах такой невероятный. Посмотрите, какой густой бульончик. Как настоящая подлива. Знаете, в нашей столовке. Вкусненькая, такая ароматная. Давайте уже приступать к дегустации. Здесь «Топоки». Тоже такие, знаете, твёрденькие, как были в предыдущем блюде и были в пасте карбонара, которую мы делали самую первую. По вкусу, опять же, напоминают, ну, наверное, наши макарошки из таких, из твёрдых сортов пшеницы. Что касается бульончика, он очень ароматный, в нём чувствуются травки и чувствуется сыр. Какой-то другой, не тот, который был у нас в карбонаре, совершенно другой вкус сыра, но при этом очень вкусный. Ммм, уже третью лопаю. Невозможно остановиться. Тоже рекомендую попробовать. Вкусно. Следующее на обзоре у нас опять блюдо от производителя «Йопоки». «Йопоки» от «Йопоки». Звучит, согласитесь, очень здорово. Вот такая тоже аппетитная у нас коробочка. А внутри стандартный набор. Рисовые клёцки «Йопоки» и пакетик. О, в этот раз, представляете, что-то жидкое внутри и не промаркированное. Высыпаем наши клёцочки. Всё как обычно. Убираем пакетик с влагопоглотителем. Дальше разрезаем серебристый пакетик, не промаркированный. Мощный запах такого томата. Выливаем. Посмотрите. Вот такая тоже красная-красная жидкость. Я думаю, что это будет остро. Совсем немножко. Вот даже не будем их топить в воде. Вот так это всё выглядит. Перемешаем хорошенько нашу жижу красную. Посмотрите, цвет какой. И в этой жидкости я не вижу никаких травок, никаких добавлений. Три минуты. Время пошло. Ожидаем. Ну что, вы готовы? Я готов. Надо заглянуть вовнутрь. И... Ух, божечки, кошечки, как горячо-то. О, разогрелось. А наши такпоки-то почти растворились. Вы посмотрите. Они так набухли. Очень хорошо. И такое ощущение, что если ещё пару минут подержать, то они бы уже превратились в пюре. Я вам скажу, что это не сильно остро. Такая небольшая остринка есть и чувствуется такой сладкий вкус. И когда соус попадает в рот, он такой густой, по рту распределяется и создаётся приятное ощущение такой остроты небольшой и сладости. Знаете, чтобы жизнь ваша была сладкая. А что касается самих такпоки, рисовых клёцок, то они здесь по вкусу напоминают то ли бородинский хлеб, то ли что-то подобное. Ещё раз даже попробую. Да. Это не похоже на наши пшеничные макароны, не похоже на рисовые клёцки. Это что-то совершенно другое, но определённо заслуживает внимания. Этот такпоки я также рекомендую вам попробовать. Должно понравиться. Лично мне понравилось. Но пока что карбонара под номером один у меня. Ну и шестое на сегодня блюдо на нашем обзоре это королевский корейский доширак с двумя видами лапши и топоки. Ну то есть топоки и какая-то лапша. И это всё судя по картинке, которая нарисована на крышке. Интересная крышка, как пробка. Посмотрите, на бутылке на пивной или на бутылке с лимонадом. Кому как, кто что любит. Заглядываем вовнутрь. Лёгким движением руки смахиваем крышечку и видим всё те же рисовые клёцки. Видим Barbie Size вилочку. Видим пакетик коричневый с жидкостью. И стеклянная лапша. И также в этой коробочке есть рисочка. Не знаю, видите вы или нет. Вот здесь по краю проходит. По эту рисочку как раз таки наливается вода. Как указано на упаковке, производителям необходимо сначала высыпать такпоки, что мы в принципе и делаем. И вот у нас лапша. Как бы это аккуратно разрезать, чтобы не повредить. Это стеклянная лапша. Выглядит такое, как гнездо. Посмотрите. Гнездо самое настоящее. Закидываем его туда. Всё как написано в инструкции. Дальше у нас пакетик коричневый с жидким содержимым. Ох ты! Чёрное что-то! Это вообще что? Это нефть какая-то! Я хоть надеялся, что там будет что-то красное. Это ужас! Ребята, я не хочу это пробовать, честно. Это выглядит ужасно просто. Это как чернила осьминога. Ох, цвет какой! Черни! Вы только посмотрите, какой цвет. Это страшно пробовать. Это на самом деле страшно пробовать. Ну и всё, отправляем в микроволновку. Пока мы направляемся в сторону микроволновки, я разглядываю упаковку. И здесь нарисовано, что можно и в микроволновке это всё дело приготовить, как в принципе мы обычно делаем. И можно вылить на сковороду воды, добавить такпоки с рисовой лапшой стеклянной, всё перемешать и на сковороде приготовить. Вот так вот интересно. Пойдёмте к микроволновке. Производитель ОТЕСТИ предлагает нам готовить блюдо аж целых 4 минуты. Но я думаю, мы начнём с 3 минут, потому что 4 минуты это уж как-то совсем перебор. Боюсь, что эта коробка там просто взорвётся. Пока что ставим на 3 и ждём чудо. Пришло время заглянуть под крышку нашего такпоки. И что-то мне подсказывает, что там сейчас будет такое что-то чёрное и страшное, судя по тому бульону, который мы делали. Готовы? Смотрим вовнутрь. Ядрёный пассатижи! Это что? Вы посмотрите, какой цвет. Это просто какая-то нефть. Он стал, мне кажется, ещё чернее, этот бульон, после того, как мы его разогрели. И вот эта лапша рисовая, посмотрите, она как медуза просто здесь плавает какая-то. И цвет такой, как будто бы сюда добавили нефть. От судьбы не убежишь, и всё равно придётся это пробовать. Хотя, если честно, мне не хочется. Оно такое всё чёрное, меж страшно становится. Друзья, держите за меня кулачки. Вперёд! Вы знаете, ничего страшного-то здесь нет. По вкусу это не очень острое. Такой кисло-сладкий соус, соленоватый. Ну, конечно, островатый немножко. Ну, конечно, не такой, чтобы вот как у этого мужчины вышибало пот. Вполне себе вкусное блюдо. Давай теперь попробуем рисовую клёсочку. Посмотрите, как она набухла, как такая подушечка. Интересно, что на вкус будет. Клёсочки напитали вкус бульона. И, в принципе, тоже не сильно острое, такое кисло-сладкое что-то. Интересный вкус. По цвету, конечно, похоже на соевый соус. Но с соей тут ничего даже рядом близкого нет. Всё-таки я решил ещё попробовать отдельно бульончик, чтобы сказать, какой он на вкус. Потому что, когда кушаешь лапшу и рисовые клёсочки, не понимаешь до конца, какого они вкуса. Пробуем. Бульончик очень густой. Сложно очень сказать, какой он на вкус. Кислый, сладкий, немножко соленоватый. Я даже чувствую оттенки кокосового молока, как в супе том-ям. Но здесь на упаковке нигде том-ям или кокосовое молоко не указано. Но вполне возможно, что его добавляют. И кисло-сладкий соус, который здесь в основе, тот самый чёрный, чёрный-чёрный, такой пугающий вот этот. Он имеет очень приятный, пряный вкус, кислые нотки, солёные, как у того самого соуса, который любят добавлять в азиатской кухне. Знаете, такой кисто-сладкий. Очень в Корее его любят, сильно в Японии любят. И вот именно он здесь в основе. Вкусно, пряно, остро. И я рекомендую вам попробовать это блюдо. Объедение. Пришло время подвести итоги, какой же из этих топоки всё-таки был самым вкусным. И первое место я всё-таки отдаю Карбонаре, тому блюду, которое было самое первое на обзоре и ранило меня в самое сердце. Каждый день готов его лопать. Очень вкусно. На втором месте у нас производитель Отести с двумя видами содержимого. Стеклянная лапша и топоки. И кисло-сладкий соус, как вы помните, чёрный, как нефть. На третьем месте у нас производитель Япоки с рисовыми топоки. Такая красивая картинка и содержимое, как вы помните, такой яркий оранжевый сыр. На четвёртом месте у нас производитель Офуд с таким красным-красным топоки на картинке. И четвёртое место я ему отдаю не потому, что он вкусный на четвёрку, скажем так, да, а он самый бюджетный. И за такие деньги покушать топоки – это прям подарок. Ну и пятое, с шестым местом у нас Pink Rocket с томатами и Япоки Sweet'n'Spicy. Оба, в принципе, примерно одинаковые, и тому и другому я бы отдал пятое место. И в итоге я хочу сказать, что каждый из этих топоки для меня остался победителем. Каждый по-своему вкусный, и каждый я бы рекомендовал попробовать. В принципе, на этом видео завершается. Я пойду всё это скушаю, но а вам не покажу, как я ем, потому что я боюсь, что после этого я просто взорвусь. В конце нашего видео я хочу по традиции сказать слова благодарности. И самые главные слова благодарности мы выражаем мистеру Тому Лисану, владельцу парка Галина Лейк. Именно благодаря ему состоялись эти съёмки в чудесном парке на берегу живописного озера. Также в конце видео по традиции я хочу сказать слова благодарности всем подписчикам, кто не забывает написать комментарий и поставить палец вверх. Всё это мотивирует нас на съёмку новых и интересных видео. И отдельная благодарность тем подписчикам, кто присылает донаты в виде денежных средств. Каждый рубль, который вы присылаете, мы тратим на съёмку новых интересных видео. Если вы хотите поддержать наш канал, то как это сделать, мы написали внизу. Ну и конечно же мы не оставим без открытки нашего случайного подписчика, имя которого вы видите здесь. Если хотите также получить открытку от канала Лайкни Мир, то как это сделать, мы также написали внизу. Прощаемся с вами, до новых встреч на нашем канале Лайкни Мир. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok